Здравствуйте, глубоко уважаемые любители ледных видов спорта! Сегодня у нас необычный ролик, формат такой самоинтервью. Я бы даже сказал удаленное интервью, потому что некий канал, называется он Кончинка ТВ, попросил мне рассказать о том, как появился парадром Кончинка. Звучит это, конечно, странно, это слово Кончинка, но все, наверное, планиристы, которые летают маршруты, например, в Подмосковье, но это слово точно знают. Я долго собирался это сделать, хотел там спланера заснять, но сейчас зима, сами понимаете, не очень тяжело. Летом, наверное, в сентябре, в октябре не было настроения. Настроения, вы понимаете, да, почему может быть не быть? Ну, потому что вот куча всего всякого творится. Ну, как-то вот не торкает. Но что меня сподвигло? Я посмотрел предыдущие два ролика, которые сделала эта команда, и там куча таких отзывов. Ты смотришь, блин, место, в которое ты когда-то вложил душу, школу, в которую ты когда-то вложил душу, вот это все вместе, и думаешь, ну, в конце концов, ну, ведь людям нравится, наверное, кто-то тебе доброе слово скажет, вспомнит. Не только попытается там школу отобрать, там, не знаю, гадости каких-то делать, сделать доносов на тебя, там 7 штук написать за твою позицию жизненную. Ну, и что-то вот такое доброе сказать. И поэтому я решил, что почему бы и нет, почему бы не рассказать, как это все было, и не присоединиться к людям, которые рассказывают, почему они выбирают это место для полетов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, что такое кончинка? Кончинка – это поле в Подмосковье, там, 134-й километр, сколько раз это говорил? Приезжайте в 134-й километр трассы М4 Дон. Кстати, в 134-м километре там есть два поля. Первое – это, получается, чуть ближе, там, такая, несколько заправочек, и поле, на котором, на самом деле, сначала начиналась кончинка, и сначала летала школа, какой-то «Пятый океан», по-моему, называлась, «Иксоушен». Это был Миша Борисов, который это все затеял, и его сподвижники, там, Миша Нюхтиков. Они просто тогда в какой-то момент сказали, «Игорь, да давайте сделаем какую-нибудь еще школу, вот я там нашел Мишке лебедку, еще чего-то, еще чего-то». Говорю, вот выйдите с тобой самостоятельной единицей, и попробуйте. Но, к чести команды, могу сказать, что они отработали нормально, не в ноль, не в плюс, ну, то есть, техника осталась, денег каких-то особых не заработали, но, с другой стороны, не слили их, как многие другие мои проекты, которые работали в Российской Федерации, когда человек там говорит, ой, я сейчас там… О, кстати, большой привет, город Пермь, Иванов Алексей. Лешка, ты вор, ты украл у меня лебедку, ты летаешь на ней, ты за нее должен остался 16 тысяч евро. Если у тебя есть совесть, ты должен их вернуть. Если не хочешь вернуть мне, отдай в детский дом. Но не воруй, пожалуйста, это очень некрасиво. Так вот, многие проекты были хорошие, некоторые проекты были вот такие, когда человек Алексей сказал мне, «Игорь, мне кажется, ты сделал в своей жизни что-то не так, ты относишься к чему-то не так, и вот казалось бы, я тебе должен денег, но я считаю, что нет. Вот мое решение такое. Ты мне дал лебедку один раз, я ее там продал, ты мне дал лебедку второй раз». Ну, кстати, за первую лебедку надо дать должен, он рассчитался. А за вторую он сказал, «А ты знаешь, что ты такой плохой человек, что я тебе ничего не должен, я тебе накажу». Ну вот. Вот. Так вот, друзья, не все истории так закачивались грустно, как с Алексеем Ивановым из города Пермь, и школой, которая называлась раньше «Вектор Пермь». Я надеюсь, что никакой ассоциации с «Вектором», брендом больше такого не будет. Вот город Пермь и «Вектор» – это две отдельные разницы. Так вот, там было все хорошо, ребята просто устали. То есть, почему устали? Ну, потому что, когда вы планируете летать, ну вот, летать для удовольствия, еще чего-то, еще чего-то, там что-то работать, что-то делать, что-то поднимать – это одно. А когда это превращается в каждодневные выходные, нужно в это вкладывать. То есть, это должно быть все-таки, должна быть команда, это должно быть слаженно, у человека должна быть, наверное, какая-то способность к руководству. Мишка Борисов написал замечательнейший рассказ «День шестой», и я, прочитав его, я понял, что этот человек, прям мой, то есть, настолько классно пишет, он умудрился в рассказе про Донбай, ну, там, по сути, Донбай как бы присутствовал, то есть, там присутствовало полис Рыболова, то есть, я все узнавал места, то есть, написано было настолько вкусно, настолько сладко, что я просто вот понял, что я с этим человеком хочу познакомиться. Я с ним познакомился, мы с ним встретились, немножечко посидели за вечерним чаем, потом еще посидели, потом подружились очень сильно, потом даже я где-то в самом месяце полтора-два, когда я расстался, ой, с какой же женой-то я расстался, а, да, с третьей женой, я у него жил дома, и всего у меня пять жен, пятый раз я жена уже 12 лет, Тусечка, ты самая лучшая, дай бог тебе здоровья. Все, кстати, хорошие были, я ни одной жене не могу сказать, что она там какая-то там, ну, просто как вот кометы идут, они сближаются, потом растягивают, расстаются. Ну, с кем-то удается идти дальше по жизни, с кем-то нет. И я, по крайней мере, могу так сказать, что ни в коем случае нельзя говорить фразу «Илья или небо». Несколько раз в моей жизни такая была фраза сказана. Кстати, однажды была сказана фраза «Илья или шорты». Вы не поверите, но одна девушка сказала, ты такой классный, такой замечательный у нас с тобой, такой хороший там это. Но вот, ты знаешь, одно меня в тени устраивает – шорты. Нормальные люди серьезные в шортах не ходят. Поэтому мы как? «Илья или шорты?» У меня вопросов бы даже не возникало, друзья. Так вот, и у Мишки я жил какое-то время, и мы с ним как раз придумали тогда проект такой школы, наверное, больше маршрутной, потому что все места, которые мы до этого использовали в Подмосковье, они были такие, ближний привод. Как я начал вообще планировым спортом заниматься? Я учился в городе Харьков, в Харьковском институте на третьем курсе. Простался с девушкой, хотел повеситься, но появился друг с парапланом. Я начал летать на параплане, он изменил мою жизнь. Я доучился до пятого курса, стал отличниками, на инвестипедиатом, там, в общем, всякое такое. Как отличник был распределен по своему желанию куда угодно, но выбрал город Луховицы в Подмосковье, потому что у меня была на тот момент девушка Наталья Волкова. Я решил к ней поближе куда-то перебраться. Какое-то время потусовался в Луховицах, очень мне не понравилось, то, что ничего толкового там не было. Ну, я очень рад, что не остался у них гайку рисовать. Брали меня еще в институт парашютостроения, опять же, рад, что не пошел туда. И, в конце концов, попал в Паравис, да и вселенное здоровье Александру Семеновичу Архиповскому и компании, потому что просто вот они, наверное, вот дали вот этот импульс, вектор в мою жизнь и позвали меня делать летную школу. Чем я благополучно и занимался. Были у нас разногласия какие-то там, через два года начались еще чего-то там. Я вот там ушел в отпуск, потому что хотел летать в Казахстане, там, на Кубке СНГ, махнул хвостом, там, ну, как водится, молодой, горячий. И я в какой-то момент вышел на такую автономную работу, потом эта автономная работа привела к созданию более-менее приличной школы. К этой школе Паравис присоединил еще Мишу, Казьмина и Колю Шорохова. Появилась такая трехглавая хрень, которая каждая в одну разную сторону тянула. В общем, мы все, извиняюсь за оружие, пересрались к году где-то в 2000-м. И на тот момент просто Паравис решил закрыть школу, говорить, все, к чертовой матери, забираем снаряжение, описываем имущество. Ну и у нас долгов было 16 тысяч. Но когда писали имущество, я наставил на его оценке, получилось 22. То есть мы даже в какой-то кусочек в плюс. Но на тот момент я настолько устал вот это жить в съемной квартире там за 100 долларов, зарабатывать 150. То есть и при этом вот ты живешь, что-то делаешь, все, у тебя там вот постоянно не хватает денег. Ты если что-то получаешь, зарабатываешь, ты какие-то надолебедку отремонтируешь, еще чего-то. И меня вот настолько все это утомило. Ну, я зарабатывал больше, естественно, потому что там у меня там какие-то бывали там, не знаю, поездки в командировке, продаж какие-то чего-то, еще чего-то. Но я считал, что это не настоящие деньги, я их, ну, как бы заработал, но это там с неба свалилось. Я это все максимально аккумулировал. И на какой-то момент вот в 2000 году у меня в парависе на депозите под 20% годовых лежало до 11 тысяч долларов. Ну, при этом я вот повторю, что у меня бюджет месячный был 150, потому что я знал, что надо за квартиру сотку отдать и на полкине как-то прожить. Как-то, ну, что там нужно-то. Вот. И я вот помню момент хорошо, когда вот все поругались между собой по ряду причин. Я не буду их озвучивать. То есть у меня ко всем людям, которым я работал, очень хорошие отношения. То есть все хорошо. Просто люди разные и все. Про остальное забыли. и я стою, уткнувшись в такой вот, помню хорошо, крестами такая вот штука на стекле, решетка, чтобы никто не залез. И я в ней уткнулся мордой, смотрю на снег наружу и думаю, как же было бы классно работать в офисе. Вообще вот такой вот пойти в офисе. Ты идешь спокойно каждое утро с утра, ты сидишь, делаешь какую-то работу, общаешься с какими-то людьми. Вечером ты идешь домой, у тебя ужин, жена там, или там. И как-то все вот просто прогнозировано, не нужно думать, не нужно мучиться, не нужно там как-то вот это все выживать. Как же классно. Я думаю, да ну и в пенете парапланы, вот пойду я куда-нибудь устроюсь на нормальную работу. И ко мне подходит Андрей Алепов. Андрюха, привет тебе. Я это помню, Андрюх. Он говорит, директор, а что мы так все бросим, что ли? А я, а в принципе Андрюха, когда мы с ним начали работать, он всем этим загорелся. Мы вот эти все первые лебедки, хоть и спорили с ним тоже периодически, там, потому что прям до, ну не до мордобоя, конечно, но там за какую-то конструкцию лебедки мы воевали, так что ух. И, ну это же от доброты, хотелось сделать как лучше. Я думаю, блин, а Андрюха вот тоже вот, он связался с этим, жизнь дальше, как вот еще ребята и так далее. И вроде столько сделано, вроде как-то все-таки двигаться вперед. Ну, а у меня с другой стороны какая-то подушка с денег, можно как-то что-то начать, там в принципе квартиру можно было купить. Ну, может быть уже нельзя было, ну, не важно, что-то можно было. Я думаю, да идись а ну конем. И все. И опять же, хвала моим друзьям, Леша Круглову, хоть он меня, похоже, уже не любит, за мои политические взгляды. И Сережу Костромитину, с коим мы никогда на этот счет не спорили, потому что они за меня вступились, Саша Кузнецов, тоже большое спасибо. И сказали, что эту школу начинал Волков, и вроде как, если кому-то продавать, то ему. Потому что был Миша Казьмин, который принес в чемоданчике 16 тысяч евро, весь наш долг, и сказал, вот, заверните мне школу Вектор, пожалуйста. Вот. И стал я с каким-то детищем, у меня была куча техник, которые я максимально распродал, попытался сделать все эффективным. Первым делом я сел за калькулятор, и как меня учили в Харьковском инвестиционном институте, посчитал стоимость обучения. То есть, представляете, сколько лет я до этого работал, получается, три года. И не удосужился. Ну, все брали 150 долларов, брали. Я посчитал, что у нас себестоимость 225 долларов, при том, что мы берем 150. Почему? Ну, почему это вообще выживать позволяло? Потому что были мертвые души. Были люди, которые приходят учиться, оставляют деньги, чтобы курс был предоплаты вперед, 100%, и дальше пропадают. И вот на вот этом вот это все болталось в районе нуля. Мы подняли цену до 200 долларов, после этого немножечко занялись лебедками побольше, так поинтенсивнее. И, о чудо, получилась первая нормальная рабочая лебедка, вариаторная, которая проработала только у нас в школе она выполнила 16 тысяч вылетов, то есть, может, цифру представьте, 16 тысяч полетов. Там она работала, у нас мы 4 тысячи полетов в год делали, ну, получается, 8 лет где-то. Ну, она у нас работала потом как запасная, как-то еще чего-то, то есть, потом у нас гидравлика всякая появилась, но даже мы тогда, кстати, может и больше полетов, потому что мы тогда летали очень много зимой, там, тысячи шесть вылетов в год было. Сейчас зимой редко кто летает, а мы тогда зимой делали там иногда 100 полетов в день, потому что людям было скучно в Москве, что поехали, поехали, ехать недалеко, об тусовках, Глинтвейн и так далее, то есть, ну, было какая-то, на тот момент было удивительно, но место, где мы до этого летали, было какое-нибудь крылацкое, все приходили в крылацкое на выходные тусоваться с параплоном, в принципе, параплан можно было не брать, но вот увидеть друзей, пообщаться, там, ну, как-то телефоны, социальные сети тогда были не так развиты, поэтому все общались вживую, и эта же тусовка плавно переползла в подмосковные поля, сначала, значит, мы летали в деревне, вот сейчас седьмая миля, если вы на Рижском шоссе иногда катаетесь, семь километров, семь миль от Москвы, вот есть там какой-то поселок седьмая миля, вот мы, там было маленькое микрополе, которое, значит, я-то думал, как, что с лебедки на 30 метров ученика дернуть, он сделает два поворота и приземлиться, и первую лебедку мы купили, кстати, у Кушлевича, ужасную, ну, она на тот момент казалась уже чудом-бессовершенством, но прилетав, я понял, что с инженерной точки зрения это полное убожество, и начал делать эти лебедки, первые получались у меня, опять же, не сильно лучше, чем у Кушлевича, но постепенно прогресс улучшался, и в конце концов дошло до гидравлики, даже до планетных лебедок, которые там закидывают в небо бланик за 20 секунд на там 600 метров, ой, на тот момент попробовали, и, ну, не получилось, поле нас быстро прогнали, и мы попали на поле, где ребята летали из МАИ, кстати, к чести МАИ, могу сказать, что у Майорского клуба у них была офигенная лебедка, она была сделана из бурана, кто-то там давным-давно, когда деревья были еще зеленее, придумал какую-то раму клепанную, еще чего-то, вариаторы-фигаторы, у них был стальной трос, но лебедка работала мощно, круто, таскала высоко, то есть, тут могу только, и она не знаю, сколько лет еще таскала, даже до сих пор таскать, механическая лебедка, ну, с ужасным стальным тросом, и они таскали, конечно, высоко, мы на их фоне смотрелись, как полное отребье, потому что, ну, эта лебедочка, пять с половиной силы, Хонда была первая лебедка, и она затаскивала одноместный там параплан, может быть, на 50 метров, может быть, на 70, но всем было все равно в кайф, и даже этой лебедкой мы подняли как-то тандем, я помню, я тянул, Андрей летел, Лепов, камера Батакам, оператор, Андрей, тандем, это все летит, высота пять метров, оно все подтягивается ко мне, но оператор был счастлив по уши, что-то даже снял для какого-то телевидения, ужас, это была Жуковка, там где-то теннисные такие корты, сейчас, наверное, все застроили, такое поле с гидрантами там, и мы на нем, вместе с клубом МАИ, тусовались до весны, чтобы так не собрать, наверное, какой-нибудь девяносто девятого года, что ли, и потом был длинный период кочевий, то есть мы с этого поля нас прогнали, мы попали в деревню, куда-то там под грязь, два, по-моему, уехали, там летали, там первый раз в жизни, у нас был какой-то, первый раз в истории был день, когда мы отлетали много тандемов, это было штук двадцать, там мы как-то даже умудрились нанести травму автомобилю нашим учеником Артуром, он взлетал, и параплан пошел не так, он врезался в машину, снес ей стойку, представляете, ногами, теннисист, снес стойку какой-то четверки, и спросил у девушек, которые на ней ехали, вы зачем, говорит, попали в авиапроисшествие, вы, говорит, нанесли травму пилоту, это уже серьезно, ну, короче, инцидент уладили, появилось какое-то количество тандемов, это вызывало необходимость сделать более мощные ребятки, то, что нужно было таскать тандемы, то, что до этого тандем, у нас в принципе не было до этого идеи, что нужно запускать в тандеме, то есть учили сразу, наземка, 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 потом подлеты и полеты, вели эти тандемы, появились более мощные ребятки, все это разрасталось, ну, и в конце концов, это дошло до вот этой вот критической точки в двухтысячном году, когда предшествовала серия неудач в школе «Вектор», то есть мы, у нас погиб курсант, Алексей Грозный, разрушился параплан в воздухе, сначала думали, что это мы его слишком сильно дернули, потом оказалось, что стропа была, произведенная в Феодосе, очень некачественной, и на самом деле теряла прочность, помогла стропа полежать год в темном помещении, и при этом все равно через год имела процентов 30 прочности от номинала. Ну, а на самом деле был, и мы были виноваты, и конструкция параплана была виновата, в данном случае стропы, потому что мы летали на лебедке механической, тянули мы, как аж дым шел, ну, потому что каждый думал, да что там, это там параплан крепкий, вот сколько у него строп, каждая по 200 килограмм, дунули и все, ну, а вот оказалось, что не дунули. На высоте метров 300, наверное, разрушился весь верхний, ну, почти весь верхний ряд, дальше факел, а запаску пилот не брал. При этом были в школе уже подвески с запасками, были подвески без запасок, и Лешка был хорошим моим другом, и он, я помню этот момент, очень ярко, когда он берет эту подвеску с запаской, ты, блядь, тяжелая она, а он был таким большим, он весил 120 килограмм, влюбился в девушку, похудел до 90, девушка рядом была, ну, это я помню хорошо момент, когда он падает, в этот момент мой друг, Юра Дринкенс, закрывает глаза девушке, и все. Вот мы прошли через это, мы пришли через то, что будущая жена Андрея Лепова приземлилась на парк Волин, на провода, обесточила парк, мы заплатили штраф там большой, и так далее, то есть это была череда, ну, это, собственно, что такое деньги по сравнению с жизнью, была такая череда неудач, которая, повторю, у меня было вот это яркое ощущение, что мне не хочется больше этим заниматься, вот он, тупик, вот все, я настолько устал заниматься этим парапланилизмом, что я хочу в офис, и вот тот момент, когда Андрей мне говорит, директор, разве мы бросим это все? Я решил все-таки, что да, продолжим, и, наверное, как какой-то волшебный рубиль на небе появился, переперемыкнули, может быть, просто это доросло до какого-то состояния, что уже стало устойчиво, может быть, это какие-то вот эти нефтедоллары, полившиеся в экономику в 2000, в нулевых годах, но действительно, стало легче, все заработало, к нам пошло огромное количество учеников, то есть я помню хорошо, этот 2000 год, когда мы в апреле месяце, в каком, или в марте, да, с 1 апреля, с 1 апреля по 7 апреля мы летали, 7 дней, неделя, и за эту неделю мы летали все 7 дней в Волине, каждое утро приходило по новому ученику, приносило по эти там 200 долларов за обучение, я так раз-раз-раз-раз раздаю эти долги, которые был должен по Равису, еще чего-то, покупаю трос на лебедку, по ночам мы, днем мы летаем, с утра во второй половине сидим в гараже, доделываем на лебедку, которую нужно было к сезону начать, то есть этот весь цикл, и это все завертелось, заработало, потом, конечно, большой кусок, то есть до этого было много работы, но потом пошла тоже работа, что нужна была лебедка уже гидравлическая, потому что стало понятно, что один оператор, как Андрей, не справится, как только я садился за лебедку, там народ на старте вылгает, это что за придурок на лебедке у нас сегодня, это директор, а, ну ладно, вы поняли, то есть была идея, что нужно сделать максимально безопасную технику, чтобы не зависеть от оператора, ну и второй момент, конечно, что у меня была вот эта постоянная боль воспоминания Алексея, и то, что, ну не должно быть такого, чтобы механическая какая-то штука, чтобы техника могла убить человека, то есть это как заноза у меня в сердце застряла, и как ничего не бывает случайно, и дальше появились гидравлические лебедки, как это все двигалось, двигалось вперед, параллельно мы меняли поля, то есть нас прогнали с этой грязи, мы попали, долго мы, кстати, летали под Николиной горой, поле было большое, вот на Николиной горе как раз вот, собственно, с Алексеем катастрофа была, дальше нас, после этого сразу с Николиной горы мы уехали, переехали в парк Волин, какое-то время летали в парке Волин, потом оказалось, что может, стало возможно вернуться под эту Николину гору, там мы какое-то время летали, но это был ближний привод, там невозможно было выпаривать, хотя я помню, хорошо, как я там километра полтора набрал над этой Николиной горой, летал вокруг, смотрел все вокруг красиво, и отступление пошло дальше на запад, то есть мы переехали еще куда-то там, ближе к Звенигороду, какое-то было поле, Дурындина, а, грязь, деревня Грязь, хорошо помню, под грязью, кстати, был легендарный месяц, когда мы отлетали с Андреем Алепом 2002 год, как сейчас помню, мы отлетали 29 дней в месяце, то есть вы можете себе представить, июнь, ну, даже цифры есть там, есть тетрадка осталась, все записано, и лучший день был 102 полета в будни, то есть мы выходные летали, мы 170-200 полетов делали, вот так вот просто в будни мы с Андреем приехали, я жил тогда на Щелковском шоссе где-то, просыпался в 6 утра, садился на машину, ехал за Андреем, дальше, значит, мы там мчались через всю Москву, доезжали до этой Николиной горы, у нашего академика забирали все снаряжение, доезжали до этой грязи, раскатывались, летали, вечером сворачивались, ехали, я не понимаю, почему мы с ним ночевать не оставались на поле, ну, потому что у меня там, у него была жена, у меня тоже была девушка, и как-то вот вроде надо было домой возвращаться иногда, ну, это 29 дней в таком режиме, то есть это молодость, друзья, это вот сил сколько, сейчас, конечно, мне так скажи, да я бы сказал, да никогда в жизни, сейчас уже вот, вот очень ярко чувствуется возраст, могу точно сказать, молодежь, радуйтесь, что вы молодые, потому что я сейчас смотрю в прошлое и понимаю, насколько было много энергии, насколько время было такое вот, то есть резин, то есть я книжку «Мечта летать» написал за два месяца, умудрился ее набить на компьютере, мы ее там кучу правок сделали, потом ее там откорректировали, еще чего-то и издали, это заняло в сумме, там начал я в мае, а в августе эта книжка уже продавалась на Максе, ну, и, кстати, надо отдать должное, что заработало на ней хорошо, если взять историческую последовательность, где-то порядка 12 тысяч экземпляров, и почти все книжки отбивались за счет рекламы, которая в них давалась, продавались они по 5-7 долларов, ну, пишите книги, заработайте. Это на самом деле был дайджест, я не скажу, что я там все изобрел, что там написано, это было так вот, оттуда, 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 плюс правдивая история, это уже мое изобретение, веселое, и книжка получилась классная, легкая, и ее максимальная похвала, это когда ее пришел мальчик с папой, и папа увидел, ой, мальчик увидел эту книжку, и говорит, папа, посмотри, такая же книжка, как у нас в туалете, он засмучался, папа, нормально, это высшая похвала, когда хорошая книжка лежит, ее читаешь в самый, так сказать, интимный момент, но это и отвлекся немножко, я к тому просто, что время действительно было какое-то бесконечное, и я успевал очень много, ну, и, конечно, и пахал, как лось, очень-очень много, и вот так мы плавно подошли к моменту, когда же появилась кончинка, собственно, видео-то не о школе «Вектор», а о кончинке, но, мне кажется, без вот этого предыстории, предусловия, не будет понимания, как кончинка появилась, и почему она уникальная. Перед кончинкой я пытался делать, наверное, такую показательную летную школу в Мышкино. Мышкино откуда взялось? Там жил и живет наш хороший друг Сергей, и моя третья жена, простите, она, ей понравилось это место, она купила там сразу дом, разрабатывала она хорошо, там, даже не знаю, сколько миллионов долларов в год, но у нас как бы был гражданин бюджет, то есть у нее свой бизнес, у нее свой. И расстались мы, кстати, потому что она в какой-то момент сказала, ну, что ты за свои там две тысячи долларов в месяц бегаешь, там, фигней всякой занимаешься, тросик там подносишь людям, давай ко мне этим коммерческим директором, будешь тридцаточку в месяц получать, а что я с ней буду делать? Бриллиантик мне купишь, весь год на бриллиантик работать. Или я, или парапланы, ну и все, собственно. Вот, но не суть, у нее дача, а мне нужно было тоже, у меня ее мысль, а я сделаю там, значит, летную школу. Я купил на тот момент деревня Мышкино, четыре участка, постепенно земли, по четыре тысячи долларов они тогда стоили, я даже не представляю, сколько они сейчас стоят. Я по те же четыре тысячи продал их, кстати. Глупость, конечно, но что же сделаешь? Договорился с местным совхозом или колхозом, там, что уже там было, что там можно на поле у них летать, и мы начали летать. Это было далеко от Москвы, то есть надо до Можайска было доехать, потом еще километров 30 до этого Мышкино, то есть там 130-140 километров получалось, и дорога такая была непростая. Но на тот момент, как-то не знаю, мы даже ездили в какое-то время в Белом, вот это вообще там 170 километров под Рязань ехать или так, ездили каждый выходной на Акуту, да, радовались это. То есть как-то расстояние даже в юности, получается, другие были. Люди ездили, всем нравилось, старты были переполнены, учеников было много, все это росло, разрасталось, распухало, разбухало, надо было понимать, понятно, что нужно было больше лебедок, больше того, больше сего. И, кстати, вот тогда как раз X-Ocean отпочковался, потому что Миша говорит, можно я сам? Я говорю, да, Мишка, давай. И вот они начали летать на Оке, за Окой, вот они нашли эту кончинку на 134-м километре трассы М-4 Дон. И поле было уникальное, оно было таким холмиком, оно генерировало поток. И были слухи, что это самое улетное поле Подмосковья. То есть тянуть там вроде как не... Но на тот момент все-таки у Вектора было имя, было много курсантов, уже была вот такая сформированная воронка вот этого приема желающих, и все равно ехали к нам. Ну а туда я периодически отправлял людей, которые говорят, где машины полетать? Я говорю, слушай, вот есть классное место. И так это длилось до 2004 года. В 2004 году случилась сразу череда таких нехороших событий. Друзья, я говорился до этого, когда я говорил о третьей жене, это на самом деле вторая, а третья жена, вот как раз мы с ней познакомились, какое-то время летали в Мышкино тоже. И дальше получилось так, что ну вот она меня как раз подвигла к вот идее, что нужно все серьезно подходить к вопросу и делать что-то такое глобальное на всю жизнь. То есть до этого я был таким растолбаем, и была у меня мысль, что да, там цирк Шапито, как-то все это так. Она говорит, нет, как же мы будем там делать все дальше, если у нас вот, если все так вот через неизвестно какое место. И тогда я пошел в сельсовет, нашел там главных, договорился об аренде поля в Мышкино, до этого как-то все было так, полутак. Ну могу так сказать честно, что это было совершенно непонятно как, то есть мне сказали, что нужно вот столько денег принести в этом коверте, положить сюда, ну понимаете, да, пять тысяч долларов взятка. И тогда у вас на ближайшие пять лет, пока нас не перезберут, это могу, можете считать заявлением о взятке. Вот эта власть, которая была в Можайском районе в 2000, чтоб не соврать, в третьем году, да. Я это, я был, решил стать примерным семьянином, и так далее. Ну и честно, может быть, решил как бы остепениться, посерьезнеть, ну надо же как-то договариваться. Другого способа не было, при этом меня к этим, к этим людям привели другие мои хорошие знакомые, которые мне сейчас сказали, Игорь, это единственный вообще способ решить вопросы вот в Можайском районе, вот этому человеку подойти и договориться, как будет. Он сказал пять, я дал пять. Можете считать, что это, опять же, мне срок за взятку. А дальше я приехал в Москву, в Овсла, и Андрей Забава, покойный, сказал, что нужно еще пять для того, чтобы сделать воздух легальным. Я говорю, а почему столько много, почему как? Он говорит, слушай, ну там вот три генерала, меньше тысяч они не берут, поэтому вот так, и плюс за работу, плюс за оформление всяких вот этих бумажек, шняжек и так далее, но зато ты будешь весь белым, у тебя будет официальная точка, договор аренды земли у тебя уже есть, все, вот ты, ну я же, друзья, еще вкладываюсь в то, что я делаю инфраструктуру, то есть я купил участки земли, я строю дом, построил дом деревянный, вот из такого вот, вот из таких бревен муромских, думаю, поставил вышку, была трехэтажная вышка из трех секций, из труб, чтобы можно было залезть вот так наверх и смотреть, как там на поле полеты идут, руководить, например, этими полетами, было сделано масса всяких таких движений для того, чтобы образовалась точка, в которой можно будет очень классно летать там многие долгие годы, опять же, планировалось, что там будет там снегоходы, квадроциклы, мотоциклы, кони и так далее, то есть был некий бизнес-проект на долгосрочное рассчитанное сотрудничество, и я, как бы, наверное, связывал на тот момент свою жизнь вот именно с тем, что я буду, сделаю самое лучшее место для полетов там в Российской Федерации, буду стараться там вот все это вот, ну там ура, это моя страна, я буду там жить, я хочу, чтобы в этом месте было не хуже, чем там, на тот момент мы уже были в Турции, и там в Европу ездили и так далее, я видел, как там все сделано, там было сделано красиво, то есть ты приезжаешь, получаешь вот это удовольствие, мне хотелось так же, чтобы люди могли там разместиться не в палатках, а там домики, чтобы были еще чего-то, ну то есть вот я, у меня была маниакальная идея сделать вот такое красивое место, и, наверное, я много сделал для этого, я валил туда, конечно, бесконечное количество денег, который первый в жизни заработал, и вот они вот, и дом сожгли, то есть у меня случилось сразу два события, у меня моя третья жена, Маша, сломала руку очень сильно на мотоцикле, ну и там пошла череда операций, всего остального там, а второй момент, что в этот же момент сгорел дом, ну как сгорел, сожгли его, то есть не нравилось местным, что улетают там эти парапланилисты, еще чего-то, ну может еще, а может молния ударила, кто знает, но сгорело все дотла, и я там больше не был, то есть я вот в том году, это был 2004 год, или 2005, когда мне позвонил мой друг Сергей, сказал, Волков, а то дом сгорел, он ему рассказал, как, и все, вот я с тех пор, единственный раз я летел мимо Мышкина на самолете, посмотрел на это место, я не совру вам, даже три дня назад, я думаю об этом ролике, залез на карту, и открыв гугли, я нашел тот самый овраг, где были мои четыре участка, увидел вот поле, мы с этого поля летали, то есть вот прям со двора моего дома, как будущего, ну дом уже начинался строить, мы раскатали там лебедку, там было 100 метров троса, и мы поставили рекорд, затянули ступенчатой буксировкой Алеппова Андрея на высоту, ну что-то там 1600 что ли метров, при этом мы два троса соединили, с двух барабанов, и было это конечно круто, потому что трос улетел, полетел через автрасу, мы его там искали, ловили, как его машинами не попилило, приключений было масса, и на тот момент это все сгорело, и у меня вот так все рухнуло, как-то вот все посыпалось, и наверное какой-то очередной рубеж, когда я решил, что нет, ну не хочу, в том месте не хочу, во-первых это достаточно далеко, во-вторых это больно, в-третьих там еще был ряд обстоятельств, и в этот момент, а, и собственно основное обстоятельство, и Сокшиуну сказали, что мы летать больше не будем на юге, там команда распалась, там по ряду причин, и все. Сокшиуну сказали, а, ицы, Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Я поехал посмотреть, что за поле на Каширке. А на тот момент я уже купил мой любимый гараж. Каширская, дом 59, корпус 2. Ближайшее здание к нему. Этот гараж стал такой базой. Во-первых, я бы в нем, если что, мог жить. Что, кстати, в какой-то момент жизни и делал. Рядом с этим гаражом я прожил год в автодоме. Купил дом на колесах. И, к тому же, с четвертой женой расстался. Тогда уже дом на колесах появился у меня. Видите, какая длинная история про кончинку. Так вот, этот гараж стал некой точкой отправной. Когда я начал смотреть, что удобно на полеты ездить с юга. Потому что не так далеко ехать. А где я только не жил там. Самое отвратительное, когда с речного вокзала нужно было ехать на полеты. В ту же кончинку ехать через всю Москву. И, допустим, с речного вокзала ездить на работу в гараж. Который на Каширке. Вот так всю Москву. И тут три часа в пробках. Швай, адский ад. Но на тот момент получилось так, что появился гараж. Стало удобно гонять с него. И стало понятно, что лучше летать на юге. И, в принципе, само западное направление, как базовое, потеряло такую актуальность. Потому что до этого Запад ассоциировался с деньгами. И там, как говорил Миша Казьмин, журные клиенты. Вот. Действительно, там были люди, у которых были дачи. Они к нам ездили и так далее. То есть, вот это была некая основа, что человек на самом деле не ехал на полеты из Москвы. А он ехал куда-нибудь на дачу. Под Можайск или там на Рублевку. Или еще куда-нибудь. А тут до Шмыг не так было далеко до наших полей доскакать. Опять же, мы летали под Звенигородом. Был хороший кусок. Очень интересный. Но не очень долгий. Кончинка. Мы пришли к этому месту через огромное количество вот этих скаканий по полям. То есть, помимо этой деревни Грязь, Звенигорода, потом через, по другую сторону. А, под пирамидой мы летали какое-то время. Там год, наверное, полтора. А потом мы летали Абушково, Аносино. Ой, ну еще через другую сторону. Забыл даже. Ну, я хоть не помню даже все вот эти поля, на которых мы прыгали. Ну, и практически постоянно была одна и та же картина. Мы начинаем летать. Вроде как бы сначала все нормально. Потом поле или застраивают. А там застроили все по Новой Риге. Либо там находится хозяин, который даже не хочет денег. Я просто говорю, да я не хочу, чтобы вы здесь были и все. Не хочу проблем от вас. И так мы доскакали до Кончинки. И Кончинка казалась местом уникальным. Почему, сейчас расскажу. Но началось все, опять же, грустно, как обычно. То есть, мы начали летать с этого поля, которое холмиком, около заправки. И первые же дни получились дико улетными. Потому, что был под запад ветер. А там под запад, получается, в конце находится кладбище. Лебедку ставили у кладбища и туда тянулись. И прямо народ улетал пачками. Там было все хорошо. Ну, народу было немного. Но, как бы, такие разведывательные полеты. Мы тут в лесу ночевали. В лесу вот такие грибы. Вкусно. Все. Кафе. Ну, в общем, все замечательно. А под другой ветер, под север, под юг, было поле очень коротким. Оно получалось таким холмиком. И ты, когда на лебедке тащишь пилота, ты даже не видишь его. Вот где он там волочится. Было достаточно, ну, не скажу, что безопасно. Но, как-то, получалось. И, в принципе, за счет вот этой дикой термички, которая была над этим куплом поля, народ достаточно активно улетал. Ну, относительно активно. Но было дико неудобно. И пришел опять хозяин поля. Он сказал, тысячу рублей в день. Я говорю, слушайте, ну, как бы, я готов. Но давайте только в летный день. Он говорит, нет, нет, в каждый день. 30 дней в месяц. 30 тысяч вы должны за поле сдать в месяц. Ну, друзья, как бы, мы зарабатывали каких-то денег на полетах. Но, а я говорю, а если погода не будет? А если зима? А мне, говорит, пофиг. Вот если подрядились на этом поле летать, его аренда стоит столько денег. Ну, он, на самом деле, мечтал это все продать на участке, это поле, как обычно, там построить какие-то домики. Я даже не знаю, что ничего хорошего с этим полем не стало. Но я посмотрел, думаю, да твою ж мать, да сколько ж это же будет длиться. Да почему ж мы все кочем, как кочевники по этому Подмосковью. Но нужно было куда-то с этого поля линять. И я взял, у меня был парамотор. И я полетел все парамо-поля облетывать в окружающее. И лечу, я лечу. То поле, смотрю, там не так. Так, тут кривое, тут косое, тут еще чего-то. А следующее поле, которое получается на 135-м километре, М4 Дон, на котором мы, собственно, и летали. Потом, оно мне показалось, я-то на машине же проезжал. Я смотрю, а там такие кушери растут. То есть, там росли очень большие, всякая гадость придорожная, бурьян, как это называют. И мне казалось, что там этот бурьян на всем поле, но как-то мне казалось, что оно хорошее. Я, облетев уже вот это все окружающее поля, уже поставив, ну, обидно, грустно, досадно. Думаешь, ну, куда же дальше податься? Ну, понятно, что куда-нибудь подались бы. Но вот, как бы, весь этот полет, он почти заканчивается. И я, остается топлива уже не так много. Я думаю, дай-ка я вот в ту сторону тоже слетаю. Я подлетаю, смотрю, поле. Смотрю, под запад вообще дистанция безумная совершенно. Под север большая. И я, пролетая над этим полем пониже, вижу, что там травы нет. Вы не поверите, друзья, но в кончинке росла вот такая травка, вот такими колосками мелкими, такие тоненькие, такие стебелечки. Это был, ну, где-то, ну, июнь какой-нибудь, может быть, июль, может быть, август месяц, что-то такое. То есть, трава должна быть очень высокая уже, а она вот такая маленькая. Не знаю, может быть, поле чем-то было обработано какие-то пестицидами, грабицидами. Может быть, и там она достаточно долгое время такая росла, низкая. То есть, мы не косили, мы не косили поле, наверное, лет 10. Это потом только вот уже, когда я в кончинке, наверное, и почти появляться перестал, потому что планирами увлекся, начали поле косить. Косилку как раз купили. А до этого проблемы с травой никакой не было. Я думаю, я приземлюсь. Я приземляюсь на это поле. Лапами туда топ. Опа. Грунт хороший, ровный. Я пробежался вокруг, пощупал. И вижу, что оно еще вот такой вот линзой получается. То есть, западный. Вот старт на запад, получается. Вот основное место, где у березочек, там лагерь всегда. И дальше такое вот углубление. И противоположная сторона тоже стоит на возвышенности. Получается, что трос сразу натягивается, он выходит вверх. То есть, уже взлет хороший. То есть, с лебедки всегда прекрасно видно старт. Смотрю на север, то же самое. То есть, получается, поле идеальной совершенно конфигурации. А потом, как оказалось, идеальная термическая активность из-за этой конфигурации присутствует. Я завожу мотор, приземляюсь в лагерь. Говорю, так, все, типа ночуем, но завтра сворачиваемся на другое поле. И вот Андрюха Лепов говорит, да директор, что, с дубу на как-то срухнул. У нас завтра там столько тандемов, завтра западный ветер. Что нам, у нас и на этом поле хорошо. Говорю, не-не-не, мы должны это облетать. Потому что вот это вот говно. Все, завязываем с этим полем. Все, поехали. И мы утром срываемся, переезжаем на это поле. Ставимся. И вот как из пулемета. Чпунь, чпунь, чпунь. Каждый пилот в поток улетел. В поток улетел. То есть там было немного, может быть, человек 15 было. Все это улетело. Разлетелось. Мы, ученики, летают в космос. Ветер, опять же, западный был небольшой. То есть настолько кайфово было полетать. То есть это просто был совершенно другой уровень полетов. То есть если раньше 200-300 метров было высотой затяжки, нормальной. То тут 400, это оказалось, ну, типа, как здрасте. 400 эти метров, а то и 500. Ну и плюс еще, понимаете, что это 400. И сразу, ну, вот они, поток в кучу рядом. Все улетело. Мы полностью счастливы. Мы пытаемся узнать, чье поле пока не получается. Ладно, пес бы с ним. И уезжаем в Москву. И, ну, были ресурсы эти, интернет уже какие-то. Там на этих ресурсах всевозможных кипиш. Лучше там это, ой, новое место в Подмосковье, там такие полеты. И на следующие выходные приезжает столько народу, что я никогда в жизни столько себя в школе не видел. Там человек, ну, у нас было там 30-40 человек на полетах. Сейчас у нас там иногда 100 и 120. Я уж не помню, там могут ребята в комментариях написать, сколько же в плановой таблице было максимально записано. Ну, точно больше 100. Но тут было там человек, по-моему, 56. Что-то такое, какое-то бесконечное количество. А была лебедка с двумя стволами. Можно поставить, было два старта. Но это была лебедка на базе 24-сильной Хонды. Самоходная, которая выезжала из прицепа, ехала там по полю. Почему самоходная? Потому что до этого мне там кучу машин поломали, утопили и так далее. Мне казалось всегда, что лебедка должна сама теперь ездить, чтобы машину не гробить. Она работала, но она, конечно, никогда не рассчитывалась на такую интенсивность полетов. Естественно, когда там приехала вот эта куча народу, это все пошло вот так вот шмалять с двух столов. Лебедка благополучно закипела. Масло у нее, ну, не закипело, но вот пришел к той температуре, когда уже работать нельзя. Движок-то начал капризничать. В общем, мы часть времени стояли, часть времени поливали все это водой, часть времени еще чего-то. В общем, кое-как мы отлетали. Естественно, там кто улетел в полном счастье, кто не улетел в полной грусти. Видите, на ресурсах интернет-разборки, что Волков, проклятый барыга, заманил всех на свое поле, маринует там, заставляет стоять в очереди, еще дерет. А затяжка стоила 200 рублей, что ли, там. Берет, ну, немножко всегда больше. В Векторе была затяжка дороже, чем на окружающих всевозможных местах. Потому что мы просто мы тянули выше, хорошей гидравлической лебедкой. Ну, то есть, никаких оснований брать там ту же цену, что и конкуренты, не было. Потому что у нас было объективно и однозначно лучше. И все. То есть, там, такой скандал еще больше интересу к месту, так сказать, привлек. Потому что всем захотелось посмотреть, что же это за страшное такое место, где проклятый барыга Волков заставляет людей в очереди стоять. И вообще, зачем они едут, чтобы два часа стоять в очереди. Но оказалось, что постоять в очереди и улететь все равно лучше, чем прыгать и никуда-то не улететь. И так место это обрело. На мое счастье, сезон кончился. То есть, стало холодно, лебедка в холоде справлялась. То есть, там, жара кончилась жуткая. Более-менее справлялась со своими обязанностями. И осенью я затеял проект, назывался «Ультиматум». Потому что я решил, что нужно сделать такую лебедку, чтобы вообще никаких проблем не было. Ну, как же я был наивен тогда. И мы за одну зиму в гараже на Каширке собрали большую лебедку на базе Куботы. Дизель Кубота. Дальше насос. Два барабана. Два мощных гидромотора. Охлаждение. Там все дела. В общем, мне казалось, что этой лебедкой можно будет танки укладывать куда-нибудь. И она должна была самоходная. То есть, там был задний привод в каждом колесе по гидромотору. То есть, она должна была гонять по полю. Ну, там, в общем, проект был прекрасный. Ну, как любой проект, проект это одно, а реальность это другое. Когда сделали эти гидромоторы, поставили, что казалось, что их тяги хватает, чтобы это все стронулось. Но если вдруг один гидромотор начинает проскальзывать, а что бывает, когда грязь, то, соответственно, второго тяги не хватает. Эту лебедку надо было ее подталкивать, еще чего-то. Гидромоторы поменяли потом на более мощные. Поставили блокировку, гидравлическую развязку этих барабанов. Но вот этим мы занимались весь сезон. И проблема была не столько, что лебедка не тягала, а в том, что она ездила, но с трудом. Но она позволила сильно увеличить интенсивность полетов. В то же время мы сделали первые гидравлические смотчики, которые, вот, один из них сейчас до сих пор в Уфе работает. Ну, их расползлось достаточно много по страде. Простая Хонда девятисильная, которая крутила гидронасосик, который гидромоторчиком сматывал трос. Что можно было сделать? Можно было сделать усилие подтормаживания троса. И не было вот этих бород, не нужно было оператора, который там стоит, там, с этой ручкой, еще чего-то. То есть, было автовыключение. То есть, мы освободили одного человека в команде. То есть, и решили, вот, некий вопрос. То есть, он смог и на смотчике стоять, и подцеплять еще чего-то, уставать меньше. И мы смогли сделать, там, добиться какой-то адской совершенно интенсивности. То есть, тогда мы рекорда еще не поставили, что-то в 340 полетов. Но делать, там, в районе 280 полетов в день мы вполне себе могли. Там, под 300 получалось периодически, 310. Увеличение интенсивности полетов сопутствовало уменьшению накладных расходов. И, наверное, вот, это реально все повышало эффективность. То есть, команда получала больше денег. Техника прекрасно работала. Ее можно было совершенствовать. Был огромный спрос на бушную технику. То есть, те лебедки, которые мы делали, мы сразу же продавали. То есть, вот эту вот красивую лебедку, замечательную, сразу же. И утащили ее в город Волгоград. После этого она с Волгограда через много лет, причем, было запрещено ее возвращать в Московскую область. Ну, люди не соблюдают договоренности. И ее продали Лизе, которая замечательным образом катает на ней сейчас трандемы. То есть, когда 3 человека летит на одном тандеме, ломает благополучно ноги и так далее. То есть, здесь я могу только выразить свои фи коллегам, которые в погоне за деньгами забывают об элементарной безопасности. И просто вот это реально, ну, я бы так назвал, грязные деньги. Вот как можно, вот представьте, пилоты, кто вот сейчас смотрит этот ролик, как можно катать трандем, когда висит впереди два идиота, которые приходят и платят деньги за романтический полет с шампанским в воздухе. А сзади какой-то пилот, который пытается это все дело запустить. При том, при всем, что пилот, в принципе, в тандеме отвечает за пассажира. Я в свое время таскал... Как-то у меня был день, когда я выкатал в Волине 46 человек. О, не, 62. 46 это было до. 62 человека я покатал. Я после этого реально вот так упал. Моя команда собрала манатки, меня в эту же машину отвезла и отпаивала, откармливала и так далее. Под конец я хорошо помню, как три таких кабана килограммов по 110, 120, 115. Потому что я их оставлял на сладкое, думал, что вдруг ветер подует. Я говорю, слушайте, чуваки, я вас безопасно не покатаю. Говорит, ну как же, все полетали, а там корпоратив, эгегей. Ну, потому что, говорю, я уже и устал, как собака, и во-вторых, ну нужно бежать. Говорит, так что, Михалыч, ты что, бежать не сможешь? Говорит, да я вот черняшку сейчас порву, но побегу. Ну, ладно, говорю, если ты побежишь, честно, то вот я готов. Ну, и там, говорю, слушайте, ребята, можете еще на вот этом разбеге чуть трос вот этот подтянуть руками, чтобы все-таки нам дать чуть больше энергии. Там три кабана берут этот трос впереди, что, в принципе, вообще делать нельзя. Сзади дальше мы волочимся с этим вот, который должен бежать. Естественно, мы делаем пару шагов, он падает. Те, значит, соответственно, немножко трос дернули, тоже падают. Лебедка, 24 силы, Хонда, которая 16 тысяч полетов в итоге сделала. Она как-то пердит, пыхтит. Андрей Лепов на другом конце там помогает всем, чем может. Я, а я вот, вот он упал, все. Я, соответственно, напрягаю позвоночник, поднимаю руками, как могу, вот это вот все, что там болтается под ногами. Вот, а позвоночник, извините, у меня ломаный на параплане том же. Мы взлетаем. Ой, я перекрестился, приземляюсь. Дальше второму говорю, слушай, ну ты понимаешь, что теперь, что тебе не надо летать? Он говорит, не-не-не, это дебил бегать не умеет, я-то точно побегу. Ну и он побежал. Ну и в конце концов, единственное, что кто меня спас, это тот, который весил 115, он все-таки действительно, он побежал как конь. Я на его загривке, значит, залетел с этим парапланом, приземлился и после этого вот. На самом деле, такие вещи все-таки уже небезопасны. То есть нельзя столько пилоту летать, но это же была молодость. Это же было как, надо было, ты дал честное слово, что ты отлетаешь, а кроме тебя пилота больше нет. Ну так получилось, что у меня оператор Андрей, я, там, команда помогающих. Я был самым опытным сажать, например, какого-нибудь Матвея или Сашу за руль тандема. В ту погоду, которая была, это было бы, ну, по меньшей мере, нечестно и небезопасно. Это я к вопросу о тандемах, то, что я бы не сказал, что у нас все прям было идеально, но никакой мысли приделать вперед трех человек у меня не было, потому что шанс обеспечить безопасность пассажира может пилот, приподняв его, направив в нужное и так далее место. Но чтобы двоих направить, ну это, поэтому, Лизонька, привет тебе большой. Если у тебя есть совесть, выкидывай это говнище из пресс-листа. Занимайся более честным заработком. Ну ладно, а мы вернемся к нашим баранам. Итак, было много полетов, было много, ну, не скажу, что очень много денег, но достаточно приличный поток, чтобы дальше совершенствовать школу. И, продав эту лебедку, я решил исправить главный недостаток этой конструкции, как то невездеходность. И я решил, что если уж решать проблему, то кардинальным путем я сделал вездеход. Это была восьмиколесная конструкция, то есть реально четыре такие большие колеса, в каждый гидромотор. Это должно было плавать, потому что у меня на тот момент были мечты, что мы на строгинской пойме сможем летать, катать тандемы и так далее. И если вдруг лебедка начнет тонуть, чтобы она не утонула, она должна быть плавающая. Это была конструкция на вот этих восьмых дутиках с поплавками, такие были крылья, как поплавки. Она действительно гоняла по полю. Сначала там были цепи, потом в каждом колесе был гидромотор. Это ездило, но единственное, что она получилась достаточно узкая, ну, потому что должна была влезать в прицеп. И за счет этого она перерывала все поле. У нее было, как у танка, в принципе, разворота. И поле было вот все в таких клочьях и так далее. Был ряд недостатков. В принципе, он был бы решен правильной гидросхемой, ну, на которую у меня просто на тот момент не хватило ума и знаний. И лебедка эта была потом переделана в обычную лебедку на прицепе. Уехала работать в Белгород. Сейчас даже не знаю ее судьбу. Но на тот... А, сначала она открыла нашу вторую точку в новом. То есть мы летали какое-то количество на этой лебедке в новом. Потом она уехала в Белгород. В новое потом стала на дежурство следующей лебедкой. Ну, цикл длинный. Но мы про кончинку. И в кончинку на следующий год решили сделать что-то более совершенное, как то... Лебедка, кстати, решила свои задачи. Интенсивность полетов была нормальная. Там она особо не грелась. Работала хорошо. Ну, только что вот с этими, блин, перепах... А зато она, кстати, был момент, когда вот эти вот дорожники, они выкопали огромную канаву вокруг поля. И на поле никто не мог проехать. Пешком могли пройти, а проехать не могли, потому что канава. Ну, я так сказал... И через канаву чпок, заезжаю на поле, потому что колес много, можно заехать. И мы дальше начали работать, летали день. Потом канаву, конечно, закопали. Вдруг привез КамАЗ какого-то мусора, и там сделали съезд, и там сделали съезд. Решалось все достаточно просто. Следующая лебедка, оказалось, которая работала уже в кончинке. То есть, в кончинке гонка вооружений. То есть, нужно больше, больше, потому что народу много. Нужна вторая лебедка. То есть, мы думали, две лебедки сразу ставить. И на тот момент выключился этот проект с восьмиколесным вездеходом. Я встретил настоящих боевых джиперов, которые сказали, Волков, ты что, дурак? Зачем ты делаешь из... А у меня был проект, я хотел на базе Нивы сделать что-то, используя запчасти от Нивы, но при этом своя рама и так далее. Он говорит, да ты возьми нормальную машину, хорошую, и сделай из нее лебедку. Я говорю, а как? Ну, как прикрути раздатку в обратную сторону, развернутую, подсоединяй к ней насос, будешь отключать там задний мост, еще что-то. То есть, они мне, по сути, предложили схему, которая на всех машинах, работающих, вот эти все на базе, там получается, одна Тойота Хайлюкс, одна Тойота, еще Хайлюкс, и одна Тойота Ниссан, и один Ниссан, НП-300, который как раз сейчас в кончинке работает. Вот эти все машины были сделаны по одному принципу, с этой развернутой раздаткой. Я подумал, клево, в этот момент появился наш друг, Игорь Охотник, и он говорит, а давай махнем парамотор на Хайлюкс, я говорю, давай, мы из него лебедку сделаем. И Хайлюкс, этот самый первый до сих пор работает в Калуге, привет, Калужской школе. Он получился классный, он получился хороший, но он получился не очень удачный, потому что была коробка автомат. И коробка автомат немножко клифтагала с гидравликой, которая там работала. В конце концов, на нем коробку автомат поменяли на механическую коробку, то есть, представляете, какой труд. И сейчас он нормально вполне себе работает. Должен работать, я не знаю, до конца судьбы, но работал не так давно. Лучше лебедку сделали на базе Тойоты Хайлюкс, классический, мостовой. Я улегся тогда джиппингом, прочитал все про эти машины, и понял, что самая лучшая Тойота Хайлюкс может быть только с двоем мостами, красная и из Владивостока, с правым рулем. И такое на удивление у нашего друга, который на тот момент позвал нас сделать школу на Валерийском шоссе, населенном пункте Новая. У него была такая машина, он согласился за очень большие деньги нам ее продать. Я ее привел в идеальное совершенно состояние. Она ездила в Белоруссию на полную перекраску, ей пескострули раму, красили раму, перебирали двигатель, капитал. Ну, двигатель, причем, может, был не капитальный, на всякий случай откапиталили. То есть, ну, это, наверное, самая, наверное, удачная моя лебедка из вот этих автомобильных. Даже лучше нашего Ниссана НП-300. Вот, и она работает сейчас у Маши. Маша, привет тебе большой. Хорошая лебедка. Дальше возник проект с НП-300, когда я купил новую машину. До этого у меня никогда новых машин. Единственная машина, которую я покупал новую в жизни. Сейчас езжу на автобусе Т-4. Вот как раз сейчас в Литве делается. Андрей его делает. Да и бог, вселенная ему здоровья. Я сделал просто идеально эту машину. Потому, что я сказал, что Т-4 не хочу ни на что менять. Предыдущий Т-4 у меня отъездил в 600 тысяч километров. И я его продал. Он до сих пор ездит. А этот проездил пока 400. Но я думаю, что те же 600, 700, 800 он проедет. Мы немножко сейчас привели в порядок. Так вот, единственную машину, которую я купил в жизни, это был Ниссан НП-300. Помог нам мой хороший друг. И мы его купили совсем недорого. Там как-то по акции. Еще чего-то с Пеликонавтом мы работали. И Пеликонавта, если он еще в Москве существует до сего времени, им тоже большой привет. И огромное спасибо за помощь. Потому, что это прям вдохнуло вдохновение в нас. И заставило сделать машину, довести ее до ума. И сейчас она трудится как раз в кончинке. Машина хорошая. В принципе, двигатель говно. Потому, что вот эта система дожига газов, еще чего-то, пока это не вычистили, пока всю эту вот тему, связанную с экологией, не убрали к чертовой матери. И не вернули двигатель к его исходному состоянию, в котором он должен работать. Это все немножко глючило. Помимо глючило само, еще глючили ребята. Например, была мысль у одного из моих работничков, он сам себе знает. Вы оцените красоту идеи. То есть, когда слили масло для того, чтобы его поменять, но до конца не слилось, он говорит, слушайте, я читал в интернете, что так делают. И повернул ключ зажигания, чтобы провернуть двигатель, когда в нем уже не было масла и не было фильтра. То есть, чтобы через пробку слилось все, что осталось. Естественно, двигатель завелся, поработал 3 секунды. Ну, а каждую секунду 700 оборотов вообще-то. Ну, и все. И вечером двигатель встал, заклинил. Помимо этого, были еще классные ребята, которые сожгли на этой машине турбину. Ой, я даже все классное перечислять не буду. То есть, это постоянно был ремонт. То есть, постоянно что-то делаешь, ремонтируешь, делаешь, ремонтируешь. И хочется добиться так. А мне мечтал о чем? То есть, изначально, когда я шел в этот бизнес парапланерный, я думал, что я когда-нибудь сделаю летную школу и смогу летать и радоваться. Но, к чести, я могу сказать, что да, у меня был уже такой, немножко началась радость где-то в году, в 2010-2011, когда команда доработала настолько хорошо, что директора иногда отпускали куда-нибудь на рекорды полетать. Я тогда поставил рекорд России, 340 километров пролетел на параплане, лет 10 держался этот рекорд. В Курскую область я из Кончинки улетел. Потом у меня был почти до Волгограда полет с пересадкой в Липецке. Липецчанам я тоже, кстати, помогал лебедку сделать, им большой привет. И вот этот был момент, когда я начал немножечко уже полетывать, 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 ездить на соревнования какие-то, в Кура я там съездил как-то. Ну, не то, что я люблю соревноваться, просто хотелось немножко вот уже вот получить тот результат, за которым ты гнался все 20 лет, когда ты думал, что сейчас я очередную лебедку сделаю, все заработает, и я начну наконец-то летать в свое удовольствие. Я начал в свое летать удовольствие и попал на ситуацию, когда у меня за один год было примерно 3 звоночка, их злых таких, что я понимал, что я рискую слишком много, я мог вот здесь, здесь, здесь поломаться достаточно сильно. Я задумался о том, что я хочу что-то двигаться как-то вперед, но как-то хочется чего-то такого, вот такого-растакого. Ну, и на мое счастье, познакомился с моей пятой женой Натальей Алтуниной. Тусечка, приветте, родная. Вот, и так получилось, что мы до сих пор, то есть, вот, как удивительно, да, до этого все время цикл 3 года, то есть, женишься, ну, мне очень жалко жениться было, все, давай жениться. Он говорит, пожалуйста, че. Ну, женился, ну, развелся. Вот, а тут вот все-таки мы уже вместе с 11 года, получается, 11 лет, много, ну, почти 12 уже, чуть осталось. И, да, вот тут как раз мне повезло, потому что есть понимание, есть уже сознание, есть, наверное, мудрость у самого. Сказочного этого самого, такого, как я. Вот. И как раз Наталья обязан тем, что я начал летать на планирах. То есть, я за ней ухаживал активно, похудел, килограмм, наверное, на 10. То есть, я жил в домике на колесах, ну, так как мы, после того, как мы расстались с четвертой женой. Были деньги снимать квартиру, еще одну. Но на тот момент, как бы, мне казалось, что, ну, у меня был в вечной жизни принцип. Я зарабатываю ровно столько, сколько трачу. Ну, даже немножко, я всегда должен больше зарабатывать, чем тратить. Я посчитал, что квартиру снимать еще одну будет слишком много. Опять же, зачем мне это нужно? Я давно мечтал об автодоме, и я купил домик у Димы, Дефендера. Купил очень удачно. Потом этот домик продал, из-за него купил планер. То есть, вот прям инвестиция была офигенная. Потому что домик стал раза в полтора дороже за то время, пока я в нем жил. И, живя в этом домике, я единственное, что поправился. Ну, познакомишься, я очень быстро похудел до каких-то рекордных 74 килограммов на этой позитивной ноте. Там бегал, прыгал, купил мотоцикл, еще чего-то. Вот что любовь с людьми делает. И мне хотелось все время показать что-то. Ну, так как мне Наташка показывала много чего нового. Там я даже танцевать ходил, учился. Что-то забыл даже танец какой-то там. Тык-тык-тык-тык. Ну, было весело, кстати. Я был одним из трех мальчиков из 15 девочек. Поэтому, конечно, любые танцы это очень круто. Хотелось чем-то ее удивить. Мне тогда заказали лебедку парапланерную. Я порванул на аэродром, посмотреть, как это лебедка, как там что. Позвал заодно, значит, с собой всех друзей. Мы обсудили с моим будущим инструктором эту лебедку. Я, чтобы не знал, что меня будет учить. Но он сказал, да и лебедка, это все фигня. Вот, давай полетаешь на планере и поймешь, что такое. А мы все полетали. Я полетал, я понимаю, что прикольная штука. Вообще, то есть огонь. Надо пробовать. И я был единственным, кто в этой компании загорелся. То есть сказал, что все они какие-то странные, все эти планеристы. Я буду лучше на параплане. Я говорю, а я буду на планере. И я в кончинке организовывал полеты. Садился на мотоцикл. У меня была Ямаха БР-250. Фигачил на ней до... А там такая дорога, имени ядерной войны. Одни вот такие кочки. Поля, кочки, кочки, поля. Ехал до Пахомова, это ближе к М2. Летал там, возвращался назад. Туда, сюда, сюда, туда. Благополучно прошел курс, научился летать. Потом попал в Орел. Начал летать в Орле. И так постепенно получилось, что вот эти мои длительные отсутствия, они сформировали команду, которая смогла работать без меня. То есть до этого я как-то отлетывал, но все равно отпустить вот эту вот всю школу от себя не мог. То есть мне казалось, что без директора все рассыпется. Но оказалось, что не так. Вот Антон Поляков, Токочка, дай бог тебе здоровья. Он смог это все... По сути, он с 2011 года руководит школой до сего момента. А сейчас он совсем ей руководит уже без меня. Получилось. То есть не без проблем, не без каких-то там пересечений. Там были периоды сложные, когда мы даже там ругались частично. Там уже там вот так вот находилось сяк. Но это все был рост некий, который все-таки привел это к действительно автономности от меня. Я этому несказанно рад, что смог отпустить этот бизнес, отпустить вот это все, что я сделал. Потому что управлять этим на расстоянии достаточно сложно. Ну и сил нету. И, наверное, может быть, я уже немножко не в этой теме всей. И вот так, по сути, кончинка, если брать ее историю, как она появилась, вот вам всем понятно. А как она изменилась, это, получается, 2011 год. Я увлекся планеризмом. Начал реже ездить в кончинку. Потом в 2012 году я активно начал летать на всех планерных соревнованиях. Соответственно, еще реже ездить в кончинку. В 2013 году я начал строить планерную лебедку. Ее построил, испытал еще, в общем-то, реже. Потом в 2014 году получилось, что я продал планерную лебедку. Ну, там случилось, сами знаете, там Крым случился. Потом случились генералы, которые предложили взятку, чтобы благополучно делать мои лебедки, пилить деньги и так далее. И, собственно, меня сподвигло к отъезду. Я понял, что все. То есть, вот воровать я не хочу. Воровать мне предложили. То, что я мечтал сделать, планерную летную школу мне делать не дадут. Так это прямо и сказали. Ну, и я увидел, что, по сути, у меня путь один в тюрьму. Если я продолжу жить так, как я хочу жить в своей душе. То есть, не воровать там, не знаю, говорить, что я думаю. Называть вещи своими именами. Если я продолжу это делать, я попаду в тюрьму. Ну, тогда это было еще не очевидно. Но мне зародила мысль, что кедре не фене, надо все продавать и пытаться купить, что я мечтаю, что я хочу. То есть, планерную школу делать, это было бы опять лет 10-15-20, пока это станет на ноги. И я, наконец-то, смогу летать уже. А что я хочу? Летать. И тут я как-то вечером напился коньяку. Это было 31 мая 2014 года. И подумал, а что я хочу? А я хочу летать. А что мне для этого нужно? Мне нужен хороший планер, желательно двухместный. Я полез в интернет, оказалось, что планер, на котором я сейчас летаю, уже 32 мая, он первый полет совершил 31 мая 2014 года. Я написал на следующий день на шляхер, они говорят, да, закидывает депозит 25 тысяч, будет у тебя в 17-м году, в 16-м осенью планер. Получилось 17-м весной. Как раз за... Вот у меня родился сын Макс, 4-го числа ему сделали операцию в Марселе, и 4-го числа приехал планер. Я на нем полетал только 8-го марта, когда, чтобы более-менее все нормализовалось, и меня жена такого дебила, как я, отпустила полетать на планере, потому что понимала, что... А в этот момент сыночку стало плохо, и там иглы, и так далее, то есть, все по больнице... Честно, сейчас бы вернуть, отмотать счетчик истории назад, я бы не поехал к ядрине фене этот планер, потом бы на нем полетал. Ну, на тот момент, вот, у меня там огонь из волос и задницы, что хочется мне слетать обязательно. За некоторые поступки в жизни стыдно бывает, но осознаешь это не сразу. Но к тому, что как дальше все получилось. Дальше Альпы, Прованс, появился дом. Я понял, что в основном я буду все время проводить все-таки в Альпах, но школы я на тот момент не бросил. То есть, я продал практически все школы, которые у меня были. У меня было 18 школ региональных, ну, я участвовал в них. То есть, какая была схема, то есть, 30% принадлежало мне. Я делал лебедку, то есть, я вкладывал деньги, то есть, все это было по... Ну, как, 30%, ну, и дальше был человек, который тянул это все на месте. И дальше мы делили пропорционально, значит, доходы от школы. В основном это не работало. В очень редких случаях это срабатывало, и, ну, люди это знают, и спасибо парню, спасибо за честность. И одному человеку, Тимур, огромное тебе спасибо, это, наверное, идеал в моих глазах, потому что более кристального человека и абсолютно этичного, и так далее, и придумать сложно. Вот, то есть, в разной степени, но вот, некоторым я обязан в большей степени, некоторым в меньшей. Расставшись со всеми вот этими сопутствующими организациями, по сути, осталось несколько школ, которые, ну, там, это вот пара филиалов, которые действительно были рентабельными, и московские филиалы, которые работали. Я перенес свою сферу интересов уже за пределы России, летал в Альпах, пытался руководить как-то этими школами, делал новые лебедки, то есть крайняя лебедка, последняя, наверное, лебедка, которую я сделал для больших летных школ, это была Кук-Хлебница, ее так называли. Самая, наверное, лучшая лебедка. Она сейчас работает у Жени, Женя, тебе большой привет. Опять же, Женя крайне этичный, хороший человек, у него была куча возможностей сделать что-то по-другому, но он сделал абсолютно все честно, за что ему огромное спасибо. В 16-м году мы сделали весной полеты, и мы на ней, когда как раз ее испытывали, оказалось, что моя женат Наталья беременна, и, собственно, родился сын Макс. И после этого я, в принципе, приезжал в Россию, пытался делать электрические лебедки. Это у меня был период 16-17-18 годы. И мы сделали электрические лебедки, они работают. У меня был проект по реактивному планеру, он тоже работает. Был проект у меня по двухместному реактивному планеру, он не работает, и работки же не будет. Ну и потом, сами понимаете, что случилось. То есть, если историю кончинки мы как-то вот рассматриваем, то история должна быть до сегодняшнего дня. Когда случились всевозможные события, я понял, что... Ну, 24 февраля 22-го года. Я понял, что я настолько больше не хочу никак себя связывать со страной, которая устроила войну в 21-м веке. Дальше случились совершенно чудесные события, потому что обнаружились люди, которых я знаю, с которыми я здоровался за руку, которые учились у меня в школе, которые хотели ко мне полететь в Прованс летать на планере, с которыми мы договаривались об этом. И вот такой человек, с которым мы не сошлись на политической почве, он решил отжать летную школу. И сделал для этого ряд телодвижений, о которых мне сообщили мои знакомые, друзья и так далее. Мне было удивительно, как вообще у человека хватило наглости и вообще мысли. При этом он чувствует себя правым. Он чувствует, что надо наказать нацпредателя Волкова, который вот так вот на какую-то сторону занял. Это сторона, это мое убеждение личное. И разве можно наказывать за убеждение? Разве можно наказывать за честность перед самим собой? За то, что я не хочу подстраиваться, не хочу давать взятки, не хочу воровать. За то, что я сделал некий выбор в своей жизни. Жить так, как я живу. Это нечестно, по меньшей мере. Ну и в конце концов это можно делать через суд. Ну, какой там жопу суд. Ой, так что, друзья, какая-то сказка со счастливым концом в данном случае. Потому что я на деньги, которые я заработал от продажи Школы Вектор, купил себе очередной планер. Это ДГ-500М. Видео вы с ним видите на канале «Мечта летать». Я крайне доволен этим планером. Он подменный. Он позволит мне отправлять один планер в Африку, или в Новую Зеландию, или в Австралию. Путешествовать по миру. То есть немножечко развяжут мне в руки. Создаст подушку безопасности на случай, если с одним планером что-нибудь случится. Потому что, да, я знаю, как я летаю. Я знаю, какие бывают ситуации. И в конце концов иногда из планера нужно прыгать. Например, при столкновении в воздухе вы не должны выбирать. А я, может быть, попытаюсь посетить планер, потому что он у меня единственный. Это все, что у меня есть. Это то, что меня кормит. Надо из него просто брать и прыгать. Получать страховку, покупать новый. И не думать о том, что ты полгода будешь ждать потом новый. Или год, или два, или три. У тебя должен быть запасной. Поэтому школа «Вектор», кончинка, по сути, да, дала мне сейчас возможность быть самостоятельным и идти в будущее, делать новые проекты, делать канал «Мечта летать», которым я сейчас активно занимаюсь. Он, наверное, несет эту мечту вширь, вдаль, вглубь. И жалею я о чем-то, наверное, хороший вопрос. А вот, Игорь, а если бы ты когда-то что-то по-другому сделал? Да нет, друзья, вот честно, наверное, нет. И я только об одном жалею, что, наверное, надо было со школы «Вектор» решить и вообще с этой всей штукой. Ну, года три-четыре назад, вот когда я решил, что все, просто отпустить и забыть. Потому что до последнего времени я пытался, думал, как бы я это буду развивать, как я буду строить электрическую лебедку с двумя барабанами, с солнечными панелями на крыше. Еще что-то инвестировать в это все, силы вкладывать. А сейчас я вижу, что нет, и это ножом по сердцу бьет. Потому что у меня же было куча идей, было куча мечт. И я это хочу сделать, и я вижу, что ну нет. И нет, наверное, честно, вот кому можно сказать же это нет, за то, что я не хочу сейчас вкладывать никакие ресурсы вот в эту сторону. Потому что есть люди, которые, в данном случае, просто могу сказать честно, за войну, которые летали там, например, в Владивостоке, делали митинг, вначале там проплаверный митинг, поддержку там спецоперации. Ну, войны, в данном случае, я имею право и могу называть это своими словами. И это отвратительно. И это полностью лишает каких-то душевных сил вкладываться вот в это все. То есть люди, которые вчера, которые говорили спасибо, Игорь Владимирович, за то, что мы летаем на лебедке. А вообще-то у меня 38 лебедок построено, на которых летают российские планеристы. Ну, не только российские, там в других республиках, быстро, бывшего СССР тоже. Но после этого спасибо, вот находятся вот эти доносы, 7 доносов, да. Потом находятся люди, которые просто пытаются что-то отжать. Как им кажется, что это мое осталось. Хотя умный человек думает на несколько ходов рая. И вот это все вымораживает, бесит. Я при этом, честно, я даже не хотел вот этот ролик записывать про кончинку. То есть у меня просто не было сил. У меня ребята давно просили, давай, Игорь, сделай, пожалуйста. Ну, я надеюсь, что они сделают достаточно корректный монтаж, что если они хотели услышать мое мнение по всему, так они и сделают это вот как это, в чистом виде. Сил не было. И как-то тут вышло два ролика, я почитал отзывы у людей. Почти каждый как-то ассоциирует меня с этим местом. Мне просто захотелось, наверное, высказаться. То есть вот считайте это некой вот исповедью, отношениям. И если возникнут вопросы, почему так, я могу сказать, что потому. И самый, наверное, яркий аргумент, который могу сказать. Ведь это могло быть раем. То есть вот то, с чего я начинал когда-то в Мышкино, если бы не сожгли дом, дальше это была бы база, квадроциклы, еще что-то, еще что-то. То есть вот это вот то, во что превратилась летная школа подмосковная, и даже тот же Вектор, сейчас в каком виде существует, это цирк Шепито. Это прицеп, машина. И это вот такая конструкция, которая всегда может уехать в другое место. Потому что нет некой стабильности. Потому что вот в чем вы спросите отличие от Европы? В том, что там человек понимает, что он здесь надолго. И он пытается, если он что-то и начинает, он пытается сделать из этого максимум. Даже если он думает, да хрен с ними в этой жизни, не заработаю, еще чего-то, он думает, что это останется после меня на планете Земля. Вот я сейчас дом вкладываю, делаю там солнечные панели, еще чего-то. Но я делаю то же самое, что делали предыдущие владельцы этого дома. Многие годы из какой-то груды камней получилось что-то красивое. Я эту груду камней пытаюсь приумножить, оставить это дальше людям. Неважно, сыну, сын продаст, дочери, кому угодно. Но смысл в том, что это останется, это улучшение инфраструктуры планеты Земля. Так же, как могло быть таким улучшением инфраструктуры красивая летная школа с хорошей базой. Мне не довелось, не получилось это сделать. И я, наверное, уже в своей жизни просто не имею сил на это. Я, конечно, думаю, что если вдруг так случится, что что-то поменяется в Российской той же Федерации, возникнет хорошая команда, которая будет примерно на одной волне со мной, и скажет, Игорь, мы будем делать город-сад, я, наверное, помогу. Ну, вы понимаете, да, при каких условиях. И да, я сделаю хорошую лебедку, да, это будет электрическое, солнце, летающее с классными смотчиками. Я умею делать хорошо. Но в данный момент времени у меня нет на это сил. И вам как радость то, что осталась кончинка, точка, которая работает четко, которая сделана на принципах, которые я всегда исповедовал, и в котором, наверное, самая главная команда. Ну, я не скажу, что мы со всеми ребятами в команде находимся в идеальных отношениях, потому что не разделяем, ну, даже есть позиция, по которой мы просто не разговариваем. То есть это правильно. То есть я не хочу ссориться с командой. Они прекрасно знают мое мнение, там, некоторые даже придирают меня за это. Но это их выбор, их отношение к жизни важно уже. Но в любом случае они есть, и это хорошие люди, настоящие профессионалы, которые прекрасно делают свою работу и умеют ее делать. И в этом заключалась, наверное, основная изюминка кончинки не только техника, но и люди. То есть это люди, которых приятно видеть. Я честно по ним всем скучаю. Вот прийти, да, стучать каждому по башке, а некоторым вот обнять, сказать, да японский ты мог. Ой, но посмотрим, как там все будет дальше. Я мечтаю, что все было так, как я мечтаю. А значит, это сбудется, потому что все мои мечты в жизни до сего момента сбывались. И я рад, что в моей жизни была, наверное, есть эта кончинка, что люди помнят о том, что когда-то я ее нашел. Как я ее нашел, я вам рассказал. И, наверное, рассказал намного больше, чем нужно было. А сейчас Новый год. Загадывайте желания. Мои же желания только одно, чтобы война закончилась. Присоединяйтесь. До новых встреч, как уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Великих геев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok